ПОСЛАНИЕ К КОЛОССИНОМ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благотворением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель, и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Луки святое благовествование. Горе вам, что не строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала «Пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое. подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Горе вам, як вы зиждите гробы пророк, отцы же ваши избивши их, убо свидетельствуйте, и изблаговолите делом отец ваших, як оти и убо избивши их, вы же зиждите их гробы. Сегуради премудрость Божией рече, послю в них пророки и апостолы, и от них убьют и женут. Да взыщется кровь всех пророк, проливаемая от сложения мира, от рода сего, от крови Авеля до крови Захарии, погибшего между алтарем и храмом. Ей глаголе вам, взыщется от рода сего. Горе вам законникам, яко взясте ключ разумения, самени в недосте и входящим возвранисте. Глаголюши же ему сия к ним, начашек книжницы и фарисеи, бедни гневатися нань, и пристати его амнози. Лающи его, ищущи уловите нечто от уст его, да нань возлаголют. От них же собравшимся тьмам народа, яко попирати друг друга, начат глаголать и учеником своим первием. Внемлите себе от кваса фарисейска, ежи есть лицемерие. Избавляется от зависти, скрытно сострадающий тому, кому завидует, и избавляет от зависти, укрывающий то, чему завидовать можно. Удаляйся от живущего нерадива, хотя имя его и великого многих. Возимей друга мужа трудолюбивого, и найдешь в нем покров своих погрешений. Нерадивый продал себя многим господам, и как они ведут его, так он и живет. Нерадение, как друг, благоволит к тебе во время мира, а во время искушения, как враг, восстает на тебя. Душу свою полагает оно за тебя прежде восстания страстей, а когда восстанут, твою душу берет тебе. Земля, заброшенная, зарастает терниями, а душа нерадивая, наполняется страстями нечистыми. Ум разумный обуздывает душу свою, измождает тело и порабощает себе страсти. Видимое движение — суть указания невидимых внутренних, как приносимые плоды указывают, какое древо приносит их. Слова и дела обличают лицемера, как они же обнаруживают и скрытного лжепророка. Ум, обезумевший, не обучает души своей и удаляет ее от любви и воздержания. Причиной непотребных помыслов бывает худой нрав, поддерживаемый тщеславием, гордостью и надмением. Обладаемому указанными страстями свойственны лицемерие и лукавство, равно как злохитрость, насмешливость и непотребнейшая ложь. Такие лица раболепствуют также зависть и рвению, гневу и ярости, печали и злопамятству. Таков путь, живущий в нерадении, и таковые сокровища, сокрытые во мне. Злострадание, строгие подвиги телесные и смирение спасают душу и от указанных выше страстей избавляют ее. Разумного ума признак слово полезное, доброй же души признак дело доброе. Ум просвещенный износит мудрые слова, а душа чистая возделывает божественные помыслы. Помыслы ревностного поучаются при мудрости, и слова его просвещают слышащих. Когда в душу заложены добрые расположения, тогда она возделывает благие помыслы, а когда в ней заложены худые склонности, тогда она поражает помыслы непотребные. Страстная душа есть детелище худых помышлений, и из сокровищницы своей износит она худое. Благое сокровище — добродетельный навык, и ум благий износит из него благое. Ум божественной любовью движимы возделывает благие обои мысли, движимы же самолюбием порождает противное тому. Ум движимы любовью к ближнему непрестанно доброе о нем помышляет, движимы же противным тому предполагает в нем худое. Благих помышлений причина — добродетели, добродетелей — заповеди, а их исполнение — произволение благое. Добродетели и пороки, бывая в душе и отбывая из нее, добре или зле настраивают душу, подвигая ее на помышления, враждебные одни другим. Злых помышлений — причина страсти, страстей — прислушание заповедей, прислушание — прельщение чувствами, прельщение — небрежение ума, охранение чувств. При успевающих добрые расположения могут еще удобно прилагаться на противоположные, а в совершенных расположениях сей бывают неудобо приложены. Сила души — навык в добродетели неудобо приложены, которого достигший говорил, кто ны разлучит от любви Божией. Предшествует всем страстям самолюбие, после же всех их следует гордость. Три главнейшие страсти греховные порождение свое имеют из страсти самолюбия. Эти три суть — чревоугодие, тщеславие и сребролюбие, из которых исходят все другие страсти. За чревоугодием следует блуд, за тщеславием — гордость, прочие же — за всеми тремя. За всеми тремя последует печаль, гнев, злопамятство, зависть, леность и прочее. Молитва, Владыка всех Христе, от всего-сего избави нас как от пагубных страстей, так и от порождаемых ими помыслов. Тебя ради созданы мы, да в Тебе блаженствуем, быв помещены в раю Тобой насажденным. Нынешнее же бесчестие сами мы навлекли на себя блаженному услаждению, предпочетши пагубное. За что сами в себе восприяли мы воздаяние, вместо жизни вечной наследовав смерть. Ныне, оба, Владыку, как всегда презирал Ты на нас, и до конца презрителем нашим буди, как воплотитесь, а ради нас благоволил, так и спаси всех нас. Ибо спасти нас, погибших, пришел Ты. Не отлучай же нас от части спасаемых. Воскреси души, спасите леса, очищая нас от всякой скверны. Сокруши узы, обдержащих нас страстей, как сокрушил полчища нечистых бесов. И избави нас от тиранства их, да послужим Тебе единому свету вечному, когда по воскресенье из мертвых с ангелами составим единый блаженный и вечный неразрывный хор. Живые в помощи в крови Бога Небесного во дворица кричит Господи Ви заступник мой и си прибежище мое Бог мой и уповаю на него. Яко то избавят Тя от сети ловчи и от слави семя Тебя жна. Плечма своем осенит Тя и под крыльей его надеяшися. Оружим обытит Тя истинно его, не убоившись от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие от срящей и бесополуденного. Падет от страны Твоя Ты сащает молодесную Тебе, к Тебе же не приближится. О бача от чьима Твоим осмотришь и воздаяние грешников узреши. Яко Ты, Господи, упование мое вышнего положилось и прибежище Твое. Не придет к Тебе зло и рано не приближится Те лиси Твоему. Яко ангелам своим заповесть Тебе сохраните Тя во всех путях Твоих. На руках возмутя да никогда преткнешь оками ногу Твою. На спидой Василиска наступишь и поперешь и льва и змия. Яко намек пова и избавлю и покрыю и якопа знай имя мое. Воззывет ко мне и услышу Его. С ним есть скорби и зму Его и прославлю Его. Долготую дни исполню Его явлю ему спасение мое. Помилуй мя Боже, помилуй мя яко на тёпова душа моя и на сень крылу Твоею надеюся дон ниже прийдет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему Богу благодейшему мне. Посла с небесей спасение додейшему попирающий имя посла Бог милость свою истину свою избави душу мою от среды скинув поспах смущен сынови человечести зубы их оружие и стрелы язык их меч остров вознесися на небеса Боже и по всей земле слава Твоя сеть уготоваши ногам моим и сляко душу мою ископаши предлецем моим яму и в подошвню готово сердце мое Боже готово сердце мое воспою и пою во славе моей восстань слава моя восстань псалтирь и гусли восстану рано исповемся тебе в людях Господи воспою тебе во языц яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя вознесися на небеса Боже и по всей земле слава Твоя воздвигло хочем и в горы отнюдь уже приидет помощь моя помощь моя от Господа сотворшего неба и землю не дач во смятение ноги твоей я ниже воздремлет храняй тебя все не воздремлет ниже ус нет храня Израиля Господь сохранит тебя Господь покров твой на руку десную твою во дни солнце не ожед тебе ниже луна ночью Господь сохранит тебя от всякого зла сохранит душу твой Господь Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне до века ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.